Уважаемый господин Зеленский, обращаюсь к вам от лица казахского народа, от лица тюркского мира Казахстана, от лица всего прогрессивного населения Казахстана, включая славянское население, немецкое, корейское и так далее, все то население и всю ту общественность Казахстана, которая не приняла аннексию Крыма, считает Крым временно оккупированной территорией Украины. Мы, народ Казахстана, с вами, народ Украины, братья наши, крымско-татарский народ, братья наши, украинцы. Господин Зеленский, в своем обращении я употребила слово «уважаемый». Я никогда не употреблю такое обращение по отношению к президенту своего государства и первого, по отношению к Назарбаеву, и нынешнего, по отношению к Токаеву, потому что они осуществляют в нашем государстве политику, которое не отвечает интересам нашего народа. Тогда как вы, придя не так давно к власти, показываете к всему миру, каким должен быть глава государства, если он болеет душой за интересы народа, если он хочет отстаивать права и свободы народа своей страны. Господин Зеленский, на территории вашей страны уже третий год проживает гражданка нашего государства Жанна Рахмед, Жанна Бота. Она, как и все мы стоящие здесь сейчас, гражданская активистка нашей страны. Она идет в фарватере гражданского активизма в нашей стране. Она одна из самых активных борцов за права и за свободу граждан нашей страны. Этот человек чистой душой и чистыми руками осуществляет вот эту свою борьбу каждодневно. И, зная об этом, наша антинародная власть, бандитская власть Казахстана Жанна хочет сейчас заполучить нашу Жанару назад в Казахстан. Насколько я знаю, высшая судебная инстанция вашего государства уже вроде бы приняла решение о том, что Жанна Бота отвечает критериям политического беженца. Но не знаю, почему на днях я прочитала пост нашей Жанны Бота о том, что управление миграции Украины почему-то подало иск в суд на экстрадицию Жанары в Казахстан. Я ничего не понимаю, что происходит. Владимир Зеленский прошу вас прошу вас как человек глубоко вас уважающий прошу вас как человек искренне верящий в вас пожалуйста вмешайтесь в эту ситуацию как глава государства Украины как глава братской нам Украины пожалуйста не дайте нашим властям добраться до Жанары и заполучить ее назад экстрадируют в Казахстан. Мы верим в вас. Спасибо. Слава Украине! Слава Казахстану! Слава Казахстану!